Хочу вам акцентировать ваше внимание. Действительно, есть 10 заповедей ветхозаветных, деколог, так называемый. Но, братья и сестры, это то, что говорят большинство людей. Говорят, я живу по заповедям. Не убил, не зарезал, не украл, не прелюбодействовал. Я исполняю 10 заповедей. Это спасает или нет? Вот исполните 10 заповедей? Нет. Это как ОБЖ. ОБЖ. Основа безопасности. Да, значит, я хочу сказать, что эти 10 ветхозаветных заповедей – это заповеди, по которым стараются жить представители большинства религии мира. И мусульмане, у них те же самые заповеди. И иудеи особенно, да? У них же то же самое, Моисей. И христиане, да? И где-то язычники, наверное, тоже в чем-то. Какие-то заповеди у них тоже есть. Я хочу ваше внимание зафиксировать на том, чтобы обратить внимание, что 10 заповедей – это действительно база. Это какой-то первый класс. Знаете еще, как учат в семинаре в Академии, как называют святые отцы Ветхий Завет? Его называют «пайдагогас», «педагог». А «педагог» – это кто такой? А? Да. «Педагог» в Греции – это был человек, это был раб, который детоводитель, дословно переводится «пайдагогас». Человек, который водил ребенка, раб, следил за ним, охранял его, кормил его и что-то учил, может быть. Да? Это педагог, пайдагогас. Так вот, Ветхий Завет – это детоводитель ко Христу, это еще младенческий духовный уровень. Вот эти десять заповедей, значит, о том, что «возобиди Господа Бога своего» и «не уби, не укради, не возжилай имущества своего, ближнего своего, ни жены его, ни вала его» и прочее. Это, это, это только начало, самое-самое, в общем-то, для всего человечества. Это ясли. И, к сожалению, большинство людей, они остаются в этих яслях. Они говорят, я вот эти заповеди исполнил. Даже православные христиане не подозревают о том, что вы правильно сказали, что есть девять заповедей блаженств, но в Евангелии, в Новом Завете, огромное количество, большое количество заповедей Христовых, которых нет в Ветхом Завете. Ну, например, а когда ударит тебя в одну щеку, обрати к нему другую, это заповедь или нет? Тоже заповедь. Почему не заповедь? Если Господь повелительно нам что-то говорит сделать, не уби, не укради, ударит тебя в щеку, обрати другую. Это заповедь или нет? Заповедь. А ешьте тело мое, пейте кровь мою все. Это заповедь или нет? Заповедь, которую мы должны выполнять. Проклинающего тебя благословляй. Это заповедь или нет? Заповедь. Твори добро творящим тебе напасть. Заповедь или нет? Заповедь. А просящему у тебя дай, и у хотящего от тебя заять не отвращайся. То есть, кто хочет занять, отдай. И не чай мзды свои я. То есть, отдал и не забыл, да, забыл. Это заповедь или не заповедь? А вот. Мы должны знать эти заповеди. А мы знаем их?